но у меня есть вот это они делают жидкий пармезан блин всем привет друзья вы на канале покашеварим сегодня вас ждет интересный обзор на кучу еды это не обзорище это не жертва маркетинга это какой-то такой симбиоз двух рубрик короче сегодня много неизвестной для меня еды я хочу заказать офигенно слушай микс томатов с маракуй довольно довольно склизкая такая вот смотри целиком почти достал а поможет не в этом сервис family friend ребята это доставка еды которая работает с 9 до 23 часов вы у них на сайте или в приложении заказываете куча клевой еды и они вам привозят течение двух часов за два часа еда будет у вас бесплатно кстати говоря ну в пиковые часы они берут деньги но вы можете подстроить так чтобы вам бесплатно эту еду привезли многие мои зрители знают сервис family friend потому что я их рекламировал какое-то время назад и делал честно скажу это с удовольствием потому что ребята действительно но фанатично относятся к своей работе даже начиная от фотографий которые они делают специально для своего приложения и сайта фотографии продуктов которые они продают заканчивая отбором поставщиков с которыми они работают там есть и крупные фирмы есть и небольшие фермерские хозяйства то есть вы там можете сыр и какой-то молоко вкусное не знаю своя хлебопекарня ну то есть короче ребята возят действительно годноту и помимо продуктов питания у них на сайте и в приложении есть возможность заказать хостовары то есть все что нужно для дома вы можете у них заказать и они привезут вам за два часа напоминаю за два давайте откроем их приложение вы можете также на сайте это сделать как я и говорил и посмотрим что у них здесь есть вот огромный ассортимент того что вы можете купить то есть либо по категориям выбирать продукты либо сейчас покажу одну фишечку которой они гордятся и в общем мне она тоже понравилось давайте посмотрим фрукты я как и говорил хочу заказать какие-то необычные вещи которые я не пробовал то есть просто сегодня с вами душевно поесть нестандартных вещей вот например маракуйя я обожаю маракуйя лимонады кто смотрит мой канал те знают кумкват колумбия ну я пробовал кумкват но давно гранадила всего-всего всякого интересного много рамбутан таиланд а почему нет очень даже до видите до фотографии то есть это все они сами делают фотографии продуктов которые реально они же и возят огромный респект не из какого-нибудь там яндекса в зелени тоже ну кстати вот смотри лемонграсс да естественно брать не буду но вот том ям хотите вам нужен лемонграсс пожалуйста пятерочки вы этого не купите безусловно а вот фермерская это то что мне было любопытно домашний сыр о сыр чечил смотри есть раздел собственной кулинарии ff kitchen видите название да смотрите кабачковая икра у них то есть они консервы делают котлетки делают по-сербски но мы готовить здесь не будем то есть я это кто захочет тот закажет себе я хочу именно попробовать то что уже готовая аджика из кабачков из кабачков это очень странно но попробовать стоит баклажанная икра пожалуйста о по напиток камбуча слушая про них что-то видел где-то рекламу даже видел камбуча камбуча давайте закажем попробуем что же камбуча такая в разделе просто напитки вы можете купить просто напитки от минералки до газировки и вот всякое разное да интересно есть класс и вот это вот был проверка проверка стать какой класс царские припасы лучших у вас в мире будет самый вкусный они сделали голосовой помощник называется софи да и она уже начинает со мной разговаривать подожди софи короче вы если вам лень вот по категориям лазить искать через поиск вбивает то вы просто здравствуй софи мясо курицы хочу ищу мясо и курицы спасибо тебе большое камбуча есть вот что есть спасибо софи короче вот такая вот софи то есть не поболтать вообще вот этот разговоры с голосовыми помощниками отдельный фетиш это насколько одиноко человечество что она разговаривает с голосовыми помощниками а вот выпечка я вчера видел круассан круассан миндальный где-то с миндальным круассаном у меня отдельная отдельная любовь я вам расскажу чуть позже с чем она связана сан миндальный 125 грамм просто он классический давай тоже попробуем да и круассан цельнозерновой мне тоже интересно что да как чем разный хлеб чиабат и все что хотите друзья все что хоть ну и повторюсь что бытовая химия на пикник там угли хотите то есть все что нужно для дома вам привезут компании family friend за два часа промо-код не введен у меня написано в заказе то что у меня промо-кода нет кстати в отличие от вас у вас промо-код есть вы его видите здесь он очень простой и он подарит вам 1000 рублей на баланс при регистрации с этим промо-кодом друзья мои ссылки на family friend в описании к видео естественно на сайт на их приложение для установки ваш смартфон пользуйтесь сервис удобный сервис быстрый качественные продукты это наверно вот для меня лично ключевой параметр что там все отборника ребят ссылки в описании мы ждем два часа до оформляем заказ и будем пробовать куча вкусняшек ждем apple pay и бим два часа два часа и все у нас крафтовые пакетики ребята беспокоятся об экологии очень приличный курьер друзья мой сто лет не встречал не но я встречаю приличных курьеров ну прям цивильный дяденька все там приятного аппетита все как мы любим три пакета вкусняшек три пакета необычных продуктов давайте начнем пробовать вот друзья мои свежая выпечка фрукты заморские молоко фермерская а та самая камбуча шо за камбуча ребята сыр чечил пармезан крем вы такой когда-нибудь видели я нет сейчас буду пробовать я еще сметанки себе взял у меня сегодня борщ сыр домашний в общем вы это сейчас все все увидите мы все обязательно попробуем еще заморские фрукты вот он это кокос а как вам такое еще заморский фрукт и корка кабачковая это что такое я забыл ребят но я тут говорю для меня неведомая какая-то штука поэтому будем пробовать и разбираться с вами по ходу дело кумкват целый пакет кумкват ну что стартанем давайте начнем с заморских фруктов потому что были но я реально вот это овощей не знаю что это такое вот это я не пробовал волосатую вот эту штуку пробовала это что-то типа личи но не личи да как-то по-другому называется что у нас есть ну ладно манга окей манга я тоже пробовал даже готовили с вами недавно коктейль мангово сгущеночный как в ресторане фобо помните да на канале вот это какие-то похожие на помидоры что это вообще где-то у меня еще мешок кумквата в общем идите сюда ща будем все пробовать начнем вот с такого заморского колумбийского фрукта гренадила называется понятия не имею как его есть я буду просто вот так разрезать а там разберемся вау смотрел он похож на маракуйю кстати внутри да то есть он снаружи мягкий мягкий как вот я не знаю помела а внутри такие косточки вот такая вот жижа странно чуть выглядит но давай попробуем по вкусу довольно склизкая такая вот смотри целиком почти достал первый раз такую штуку ем это во-первых это вкусно это вкусно косточки абсолютно не жесткие то есть они проходят легко это действительно вкусный фрукт я не знаю сколько 200 201 рубль он стоит ну конечно это дорого чисто так попаловаться я бы конечно не стал брать второй раз по вкусу похож чем-то на дыню но такая чуть одновременно она и слаще чем дыня и кислее чем дыня но похоже на дыню по консистенции типа как маракуйя фиг знает но давай как раз и попробуем маракуйю вот у меня маракуйя тоже есть она довольно сложно режется но потом идет хорошо вот она ребята вот это тот самый фрукт от которого я постоянно млею когда пью какие-нибудь лимонады с этим вкусом я обожаю вкус маракуйя и аромат и вкус маракуйя то есть в принципе идеологически очень похоже на предыдущий фрукт видите да как она выглядит смотри тоже полутекущее семечками такое а я на старости лет вот по позволил себе все это попробовать но вы серьезно когда я там до таиланда доеду еще не был в таиланде ни разу те кто был наверно все это пробовали жут сейчас надо мной так чего у нас следующее давай посмотрим маракуйя мы уже попробовали давайте посмотрим вот этот вот неведомый фрукт похоже чем-то одновременно и на сливу и на какую-то картошку и вообще на все похож это тайский мангустин ребята тайский мангустин две штуки у нас в упаковке давай пробовать стоит он 200 триста шестьдесят восемь рублей давай разрежем и теньки вот там ночью ребята тайский мангустин внутри какие-то косточки которые я распилил не знаю съедобные наверно чертезные вот опять-таки мягкая вот это вот кожура я тоже хочу попробовать красная наверно ее есть нельзя но я попробую и внутри пау вот такая штука опять-ка это помесь личи и чего-то еще то есть все фрукты более-менее похожи друг на друга очень очень свежий вкус и такое знаешь ощущение что еще какая какой-то сливочностью отдает что от фруктов крайне странно ощущать были нафигенно вкусные вот он наверное сейчас пока номер один да я попробую кожуру я подозреваю наверно что на кэнди горькая ой блин ай короче нельзя кожуру есть она горькая но то что внутри офигенно пожалуй самый кайфовый за сегодня фрукт до этого были вкусные конечно но вот это мне прям понравился огонь мне нравится то что сейчас происходит так что у нас еще есть из любопытного тайский манга ладно что мы еще не попробовали а мы не попробовали вот нечто вот этого то что похоже на помидор а это на самом деле конечно не помидор сейчас мы можем монтажом вырезать я вам как будто бы я знаю что это такое на самом деле я давайте по-честному я не знаю что это я сейчас посмотрю это тамарилло колумбия две штуки о хоть кто-то в колумбии то вообще мало людей было томатное дерево кстати экзотический фрукт тамарила внешне похож на помидоры и растет на кустарнике который называется томатное дерево дерево у плода вкусная кисло-сладкая мякоть напоминающая микс томатов через маракуй с маракуйей вы такое видали когда-нибудь микс томатов с маракуйей вау вот это я впечатлен смотри реально очень структура похожа на на томат ну как-то да где-то чем-то не при этом цвет такой какой-то дыни вы обалдеть вообще давай посмотрим как это есть но видимо можно есть прям все вплоть до кожуры ну так вот как киви вычищать уау вот смотри видите да что внутри обилие какой-то вкуснятины удивительно кстати полное описание в приложении фэмили френд действительно томаты маракуйя одновременно вкусно мне 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 не вкусно мне не стандартно но мне не вкусно вот этот фрукт блин все таки ну то есть он вызывает диссонанс какой-то не врубающие ем ешь и не понимаешь что если более-менее еще тайские вот эти приколюхи понятные то вот этот тамарилу да вообще странно реально полутомат полу фрукт п п пожалуй нет ладно у нас во-наду еще понятные вещи вот это я пробовал мохнатую штуку и курку ватик я тоже уже ел маленькие такие цитрусовые штучки кумкват переводится как золотой апельсин я его разрезал на сам деле пополам хотя его можно есть так как он есть прям с кожурой вот а это ребят рамбутан символ таиланда у них даже праздник насколько я читал есть прям в честь этого фрукт то есть это прям символ таиланда действительно ведь и он тоже он тоже похож на все что мы до этого ели да вот такая вот выдавливающаяся штучка с косточкой внутри и в общем вот давай попробуем и то и другое колумбийский кумкват классно прям скажу я ем скажу я не знаю может быть так нельзя его есть но других способов употребления я не вижу то что внутри там ничего практически нет ароматный классный цитрусовый такой я бы не сказал что на апельсин похоже это нечто среднее между мандарином и апельсином скажем так плюс еще определенная такая легкая горечь от кожуры да потому что ты с ней ешь от от цедры ну и аромат блин офигенно ну и давай вот это тайское чудо главное не сломать зуб потому что косточка несъедобно чертовски неудобно его есть мякоть прилипает кости приходится обгладывать сладкий слабо слабо кислый такой фрукт который похож похож на все что в таиланде короче в общем учитывая что я его ел он мне реально самый самый неинтересный самый невкусный показался вот даже кумкватик куда душевней кумкват действительно вкусно прям так под фильмец покушать вместо чипсов короче топ сегодняшнего обзора непонятных мне фруктов это вот эта штука сейчас вы видите название и какая естественно маракуйя вне всяких сомнений и мне в общем-то зашел вот этот вот фрукт короче это вкусно давайте попробуем консервы консервы от family friend kitchen кабачковая икра аджика из кабачков серьезно странно для меня состав состав продукта кабачки морковь перец сладкий стопроцентно натуральный сколько хранится один год один год то бишь это все действительно консервы вот так вот подается крафт поняли бичевочка бумажка и нужно конечно о нормально что это кабачковая икра поддалась меня интересует кабачковая аджика практически так же как и кабачковая икра не поддается вот это надо будет знаете как кстати открывать банки я покажу включаете горячую воду ну так буквально минутку она потечет на крышечку и баночка легко поддастся откроет даже ребенок вот ребята смотрите аджика кабачковая это шнад такой но у меня конечно извините но я люблю это есть вот так вот выкладываем слушайте аромат кла классный вот от аджики идет кстати такой чесночная чесночная кабачковая реально и кабачковая икра ну слушайте топовая серьезно кабачковая икра очень вкусная она причем знаешь чем мне нравится что она не слишком сладкая потому что вот в масс-маркете много кабачковой икры продается ну кто там дядя ваня верес да вот вересать тоже хорошая кабачковая икра и она слаще чем это вот верес мне нравится и вот это мне нравится также как верес очень приятный вкус и клевая консистенция но интрига сегодняшнего дня помимо конечно топинамбура всяких аджика из кабачков никогда не делал ну как по мне чет как-то вот я не знаю томат на томат на перцевая аджика ну то есть аджика есть настоящая которая тупо делается из перцев это аджика который вот ложечку надо на суп добавлять чтобы суп был острый а есть аджика европейская что ли вот у меня бабушка очень вкусный папа такой аджику делать ну то есть она там больше томатов то меньше перца она мне нравится больше как бы для себя то есть вот дома на бутербродик наложить она чувствуется ее можно много скушать она не такая острая вот эту идеологически такая аджика но если сравнивать вот эту кабачковую и допустим представить что там не кабачки а там томаты то томатная вкуснее у меня она тоже вкусная но какой-то такой вот очень хоть нейтральный вкус что ненасыщенный может чесночка молодчат уже очень не очень зашло но вкусно но не фонтан короче то есть вот у меня батя вкуснее делает а икра кабачковая прям прям очень зашла вкусная сегодня будет у меня на ужин а смотри а у нас вот сыр домашний например есть до 550 граммов кстати да у них продается что-то ну по штучно по упаковкам а что-то по граммам то есть там в итоге там на какие-то проценты могут суммы отличаться в приложении столько по факту может быть там на 10 рублей дороже или дешевле ну то есть вот как то так короче сыр домашний подожди а кто это делает а это ферма малинки смотри то есть это реально с фермы сыр какой-то это ферма находится в тульской области я посмотрел стоит 431 рубль за пол кило вот такой вот сыр мягкий рассыпчатый домашний сыр сушен очень мягкий и очень влажный такой знаешь ты его трогаешь он он прям вот внутри прям много влаги на попробуем тип адыгейский как смесь между адыгейским и брынзой что ли все беги скин вообще нейтрально этот сыр чуть соленый сладкий молочный такой вкус фиг знает я я такие сыры не очень люблю в принципе то есть мне очень нравится плотные рассольные сулугуни например ну все это знают кто смотрит мой канал я в принципе уважительно отношусь к адыгейскому но мне меньше нравится потому что у нее как будто бы ферментации что меньше и это сыр такой он ну очевидно не выдержанный сыр да то есть это сыр который вот подвесили он там сколько сутки на я не знаю может быть ребята которые будут смотреть с фермы на это же обзор посмотрите очень напишите в комментах сколько цирк ну типа наверно ночь да сыр на ночь вот сделал он там стек уплотнился и все но может два дня короче как по мне мне не хватает вот сырного вкуса в этом сыре до молочного хватает соли тоже в принципе был побольше на мне больше понравилось но в принципе нормально но чувствуется понимаешь что да он качественный как бы вот эта вся тема фермерская она прикольная если бы она стоила не столько то есть я про цены и про цены можно вечно рассуждать то есть кто за и как то за кто кто в пятерочке купит то есть это каждому свое да я пожалуй день знаю на рынке сколько сулугуни круг стоит наверно тоже рублей 800 но там больше по весу будет вот пусть он не фермерский пусть это конечно не 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 тульская ферма под названием малинки да но все таки это дешевле мое отношение к фермерским продуктам она крайне всегда положительное в плане качества но ну крайне отрицательно в плане ценообразования хотя я понимаю что тут вопрос того что у нас нет в государстве хорошо организованного вот этого фермерского хозяйства поддержки наверно фермеров там не хватает то есть хорошо что есть фирмы там типа family friend которые принимают на реализацию фермерские продукты да и фермерам хотя бы у них есть возможность там типа жить продавать и так далее постепенно чем больше объемов тем будет дешевле и дешевле понимаете а сейчас учитывая объемы реализации что нет там массового там массовом покупки продуктов я не знаю там сетевые магазины конечно проблема поэтому фермерские продукты стоят всегда дорого вот я не знаю я не знаю наверное можно такой сыр и купить и там в масс-маркете где-то в сетевых магазинах я не встречал честно то есть я бы не сказал что я видел но в пятерочке в коем точно не видел в перекрестке ну может быть какие-то похожие сыры есть это это не факт то есть это надо ехать реально на рынок чтобы такой сыр купить это не факт что найдете вот в общем как по мне это вкусно конечно это на любителя но это все-таки вкусно и определенно чувствуется прям качество продукта но зараза дорого зараза дорого опять-таки ну опять-таки вот у меня смотри из малинок есть еще сметаны и молоко вот из этого же молока делается делается тот же самый сыр да сколько надо молока чтобы приготовить килограмм сыра килограмм наверное 5 молока литров да ух блин слушай а вот вот молоко конечно да молоко конечно да сейчас посмотрим молоко из-под коробки слушайте запах и она даже по цвету смотря ну желтое да такое ну желтоватое не то чтобы желтое это не топленое молоко нет это обычное не феноменально не феноменальная большая разница то есть вот кстати я как раз полез читать молоко пастеризованное хранится 7 суток то есть это молоко пастеризованное и пастеризованное же молоко продается в магазинах в магазинах в обычных да да у того же фэмили френд есть не не фермерские молочные продукты и допустим взять какое-нибудь пастеризованное молоко вот в такой же приблизительно пачке но какого-нибудь популярного производителя я потому что беру всегда не ультра пастеризованное именно пастеризованное оно по вкусу будет примерно такой же тут есть определенный такой на как бы более насыщенный вкус но это из-за жирности три с половиной процента жирности она как бы вот чувствуется чувствуется что более насыщенный такой более гладкий какой-то такая структура вкус то есть вкусное молоко вне всяких сомнений сколько стоит это в продолжение нашей теории про про молочное производство да ну вот вот сколько давай посмотрим молоко цельное фермерское цельное молоко фермерское три с половиной процента 115 рублей штука кстати цена довольно разумная как по мне то есть молоко в принципе дорогое стало блин помню те времена когда молоко можно было за 30 рублей купить черт а потом стали делать 909 литра вот это все да но это хоть честные литры нет тут честные литры честные три с половиной процента жирности они прям ощущаются короче фиг знает цена в принципе нормально я думал будет гораздо дороже типа рублей 150 200 она стоит но пожалуй да то есть это вкусно кто любит молоко те оценят лан сметана короче сметана жирность 20 процентов у вас смотри сметана то она она у нас об и вот видно что да видно что это натуропродукт сверху прям масло смотри не знаю как она разделилась прямо здесь вот в упаковке да надо видимо это размешать это станет обратно сметаной если бы не размешали то внизу сметана была бы 15 процентной жирности видимо как то так но структурка неоднородная да то есть вот это вот разделение фракций но тем не менее запах приятный кисломолочный идет от этой сметаны ну густота такая по магазинным меркам по нашим наверное привычкам это где-то 15 процентов на 20 процентов не тянет обычно в 20 процентах из магазина ложка стоит 196 рублей за 200 граммов то есть вот за эту пачку 196 рублей офигенно вкусная сметана и я давно не ловил себя на мысли что это сметану хочется есть ложками серьезно я вот из детства помню это ощущение когда сметану хотелось есть ложками сметану из магазинов есть ложками не хочется это как как факт пожалуй вот эта сметана стоит свои денег я хочу посмотреть сколько стоит например сметана просто да вот 196 рублей мы запомнили за 200 граммов и например просто какая-нибудь сметана давай найдем да блин да что подсказать что-то сметана да сметана в наличии пожалуйста вот сметана простоквашина 99 рублей 20 процентная но там 315 граммов то есть дешевле больше но блин но то есть по факту это дороже получается раза в три с учетом веса и цены но по вкусу она конечно реально лучше она реально лучше чем сметана та же простоквашина при всем уважении к простоквашина покупал бы ли я это на постоянке себе пожалуй я еще не столько зарабатываю чтобы позволять себе покупать постоянно фермерские продукты хлеб от стерлигов и так далее я еще пока не созрел я хлеб могу испечь себе сама сметанка и простоквашина сойдет но по факту вкусно и молоко вкусная и сыр вкусный и сметана вкусная стоит ли это гораздо дороже чем то что мы можем купить вот аналоги да нет за 99 рублей я бы заказался простоквашина и честно говоря не парился я сметану не ем ложками фу ну ладика ну чё давай вернемся вот к этим чудом у нас заморскими я хочу все-таки разобраться с у сцене к к аккаунтом какая кокос короче да в общем вот такой обструганный кокос который видимо я должен проделать как-то так что и как я должен или за дрелью этих как едят эти кокосы кто знает спасибо дорогому ютубу я посмотрел мануалы как открывать кокос и честно говоря мне например жалко кот свою саму рать того чтобы открыть кокос ну я есть вот это Опа-на, и давайте для того, чтобы воздух выходил, сделаем еще одно отверстие И теперь вот так вот, раз, трубочка туда пошла, и можно попробовать кокос Как вам такое? Офигенно, слушай Я до этого пил мякоти кокоса И не знаю в чем магия, вот он называется питьевой кокос То есть, видимо, он по вкусу какой-то другой Он очень вкусный То есть, у него прям кокосовый привкус, такая какая-то густота Прохлаждение, чувствую Вообще ощущение у меня, конечно, сейчас заморские такие, экзотические вообще в целом после сегодняшнего обзора Хотя, немножко и на родину возвращает, конечно, фермерские продукты, но Вот это тема Очень вкусный, сладковатый И, в общем, на удивление, на удивление вкусно То, что я пил до этого, всегда было какое-то безвкусное А это прям такой классный, сладенький, полноценный напиток То есть, как будто бы там что-то смешали И его довольно, довольно много Прям 5 баллов ставлю, очень вкусная штука И пользуйтесь моим лайфхаком, как открыть кокос Не надо вам долбить его ничем Нормально, хотя там, если мякоть хотите, конечно, придется обдолбить Ну и желтый манго Желтый манго Слушай, это вот такой манго, который прямо в ресторане Фобо в вьетнамском подается Я не знаю, он числится как вьетнамский у Фэмили Фрэнд или нет Сейчас посмотрим Из этого манго я недавно готовил буквально фреши, или как сказать-то Блин, вокруг косточки что-то не крутится Ой, ладно, как получилось, уж так и открыл Ну, манго, слушай, манго недоспелый И не спелый манго, это, конечно, грусть Ой, гизля динатская, блин Желтый манго, национальный символ Таиланда Не, на такой символ Таиланда я не согласен Очень кислый манго Я понимаю, что не Фэмили Фрэнд там производит этот манго Тем не менее, это проблема, с которой должны разбираться они Ну, кстати, у нас был с ними диалог на эту тему Если что, вдруг какой-то овощ помят, испорчен, еще что-то Что происходит, да, то есть как вы делаете Они мне отвечали, вот заодно, если у вас что-то подобное будет, да, вы заодно и проверите То есть как они поступают, они обещали, что будут вот и возвраты, и замены, и так далее, и так далее То есть все ништяки навстречу клиенту Манго, за такую манго платить даже копейки не хочется Абсолютно кислятина Я расстроился, да После сладенького, божественного, прохладного кокосика Кокосика, в хорошем смысле слова Это, конечно, люто невкусно Манго нет Ух ты Что-то там нагазировалось внутри, хотя не похоже, что это газированные напитки И тут немножко нагазировалось Давай посмотрим Ну, такая немножко, немножко травяная водичка, вот как по мне, да, по ощущениям, чисто внешне Не вызывает там какого-то прям аппетита дикого Камбуча Сагаян Дай Что-то там Хей, пахнет прям, знаете, Байкалом, ребят, вот это вот А, ну чабрец, да, понятно Вот Саган Дайля, я не знаю, что это такое Вот это камбуча Ой, вот у этой приятный запах Fresh Natural Drink Санкт-Петербург Ваниль, лаванда, ничего себе А это чем? А у этого тоже запах чабреца И тоже запах чуть-чуть отличный от того Но тоже запах Такой, да, типа Байкала Вот мы раскрыли секрет Байкала, короче, чабрец Ладно, давай А, нет, слушай, слегка газированный Крайне-крайне мало сахара Это хорошо То есть он такой свеженький Ну, а по вкусу Ой, вот это лавандовый очень вкусный Вот этот мне не очень понравился Сагаян Дайлая, короче Левендер энд ванила, вещь Лаванды и ваниль, вещь И вот этот чабрец Он же тимьян Ну, плюс-минус одинаковые они Вот эти два напитка Короче, вот один вкусный Мне он действительно понравился Кайфово, что это очень натурально Ощущение от всех трех Что это прям капец Прям вот Силы природы Типа такого В общем, эти все напитки Если подогреть И если как-то абстрагироваться Ну, может быть, вот это отставить в сторону Потому что он действительно какой-то свой вкус имеет То вот эти два имеют вкус Как-то одновременно И глинтвейн Избитень Грок Ну, что это такое, короче Где много разных там Бадьяны, гвоздики Кориандра Всего подряд там напихано Все это проварено С добавлено меда или сахара И все Ну, в общем, вы поняли Да, идеологически это такие напитки Но когда они охлажденные Там мало сахара Они приятные То есть они такие Они освежающие Мне нравится Мне нравится Если бы Опять-таки Это стоило бы Не 150 рублей за баночку Я бы вообще кайфанул Я бы вообще кайфанул За 150 рублей за баночку Ты знаешь Вот Иногда бы я, может быть Камбучи Вот этой живой тонизирующей С лавандой-то И употребил А, вкусненько Ой, с лавандой мне понравилось Прям Такой, знаешь Пиннеколада по-русски Вот какие-то ощущения такие Пойдет Ну ладно Слушай, у нас еще выпечка Кстати Они же привезли Свежую выпечку То есть Выпекают У них свои пекарни И они выпекают Прям вот перед Тем, как везти Да Но у меня уже все подостыло Конечно Сейчас будем пробовать Пекан кленовый И, короче Круассан миндальный Круассан миндальный Для меня Символ вот этих вот Вот этого политического Кипежа с санкциями Да Это миндальный Круассан Вы можете не понимать Как это связано Но серьезно Вот когда Вот этот продуктовый Эмбарго у нас наступил Да У нас нет Пармезана Помните Вот эти моменты Ну в смысле моменты До сих пор у нас нет Пармезана Правда у нас есть Еще крем Пармезана Это я заказал Вообще под самый конец Хочу попробовать Вы знаете Мою любовь к пармезану Надо посмотреть Что это за чудо такое Короче Я работал на профсоюзке И у нас был На профсоюзной Подпольный магазин Реально Вот этого Ну назовем так Нелегального товара Там был пармезан Продавался всегда Хороший Настоящий Пармезана Риджана Там Грана Падана Все это было Короче Итальянские Спагетти И прочее Вот И среди прочего Там продавали Ну помимо вот этой Санкционочки Еще продавали Миндальные Круассаны Это были Божественные Круассаны Серьезно Для меня Это символ То есть Я ходил туда сначала За пармезаном А потом я туда ходил За этими Круассанами Серьезно У меня Круассаны Интересовали Больше Чем 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 Пармезан Мне Для готовки Хотя Ну я его использую Там В готовке Да Но это было Феноменально вкусно Там Его привозили Откуда-то Там Из Кремлевской Вот кстати Странно Да Чувак рассказывал Там типа Кремлевская Какая-то Пекарня И оттуда Привозили Эти Круассаны Я такой Ага Санкционка Кремлевская Пекарня Что-то Странно Вот Ну ладно В общем Я к тому Что я знаю Что такое Вкусный Миндальный Круассан Давай посмотрим Что такое Миндальный Круассан От Family Friend 125 граммов 136 Рублей Стоит Этот Миндальный Круассан И первое Что бросается В глаза То что Миндаля В нем Зашибись Внутри Этого Минда Смотри Внутри Этого Миндального Круассана Должна быть Нежная Нежная Начинка Она есть Вот она Смотри Шикарная Структура Теста Классная Посмотри Снаружи Она хрустящая Внутри Она Влажная Влажная Какая-то Волокнистая Давай попробуем Поджаренные Лепестки Миндаля Изумительно Кайфов Круассан Честно признаюсь Это 4,5 По шкале Круассана Из Санкционного Магазина Полуподвального Ну это Очень вкусный Круассан Серьезно Это стоит Там кстати Он стоил Дороже Чем здесь Тут 130 рублей Там он Стоил Дороже Тут Тут маловато Вот этой Внутренней Начинки То есть Очень хорошо Сделанное Тесто Прям такое Сливочное Очень много Миндаля Что круто Но чуть-чуть Маловато Начинки Внутренней Поэтому Он чуть Суше Чем Мне По кайфу Я не знаю Смог ли я вам Передать Свои эмоции Вот эти Вот мои Воспоминания От офисной работы Во времена Включения Эмбарго Не знаю Короче Ну в общем Как факт Это вкусный Круассан Тот был Прикольней Тот был Вот всегда Вот что-то То Что-то То Что-то Когда-то Вот оно Было Как-то Вот по-другому Что сейчас Вот чуть-чуть Нет до Но это Классно Четыре с половиной Да Даже Четыре Наверное И семь По шкале Офигенного Миндального Круассана Очень вкусно Вкусная Выпечка Попробов Это тесто Я честно говоря Вообще Слабо Сомневаюсь В том Что у них Вкусные И классические Круассаны Еще цельнозерновое Взял Это у нас Цельнозерновой Круассан Ну он уже Видите Вот такой Вот Ну опять Таки Структура Да Структура Хороша Конечно Круассана Сколько он стоит Короче Круассан Миндами Точно стоит Своих денег Круассан Цельнозерновой Девяносто И классический Девяносто Ну давай Для Уже Для того Чтобы Я сформировал Своё мнение По поводу Круассанов Да Я попробую Очень он Крошится Уж Да Ну честно Не топчик Не топчик То есть даже Круассаны Которые были Недавно Ну извините У нас обзор Честный Поэтому Фэмили френд Без убит Миндальный Вкусный Вот эти два Круассана Они Не то чтобы Невкусные Они просто Ну они Хуже чем Те которые Я ел Буквально Неделю назад Вот У меня В заморозке До сих пор Пол пачки Три килограмма От чизкейк Точка ру Замороженных Круассанов Которые Выпекал У себя В печке На голову Вкуснее Чем Вот эти Круассаны Плюс Они крошатся Плюс Они Да и всё Они крошатся И по вкусу Они не очень Но миндальный Классный То есть Вот В миндальном Не чувствуется Вот этот негатив Хотя тесто Такое же Абсолютно Мне по вкусу Круассаны Не понравились По структуре Мне не понравились Они ещё больше Вот такие вот дела Так что С выпечкой Ладно Ничего Доработают Ещё Ну вот Миндальный Буду у них Брать Однозначно Стоит того Потому что Ну самому Ты сам Ты не сделаешь А где ещё Они продаются Я фиг знаю А вот Кленовый пекан Он не может быть Вообще Проигрышным То есть Это всегда Вкусный Я где не ел Кленовый пекан Это всегда Вкусный Кстати Структура теста Тут немножко Другая Они же Выпекают Интересно Ну видимо Они Внутри Начинка Да Вот это Так называемый Кленовый Ну не сироп А как Воронье Типа Орешки Орешков Не очень много Кстати Давай попробуем Тоже 84 рубля Стоит Кленовый пекан Как на любой Заправке Примерно Очень вкусная Начинка Из кленового Сиропа Орешки И тесто Здесь не напрягает Все вкусно То есть Сказать нечего Серьезно Кленовый пекан Мне кажется Кто бы не готовил Из самого Мне кажется Дешевого Покупного теста Можно сделать Кленовый пекан Проварить этот Сиропчик Кленовый Сделать начинку Посыпать орехами И будет вкусно Очень вкусно Если любите Кленовый пекан То берите Я люблю Кленовый пекан И буду брать Если буду заказывать Что-то еще То возьму Ладно, друзья Лавандовая Камбуча Блин Название, конечно Чуча-чуча Камбуча Вкусный напиток У нас Смотри У нас есть еще Вот такой вот Чечил Жирный 45% Ручная работа Ну, чечил В принципе Ручная работа То есть Вытягивают Так Кто готовит Вот это Кто Кто приготовил чечил А? А? Ооо Food Milk Владимирская область И у нас еще Вот такой Cheese Gallery Сырная галерея Я с таким брендом Не сталкивался Ничего не покупал У них Мне сложно судить Делают во Владимире Тоже Во Владимирской области Но тут уже Прям в самом Владимире Влад Промсыр Вот есть такая фирма С которой я не знаком И они делают Жидкий пармезан Очень красивая упаковка Очень красивая упаковка Еще красивая упаковка Так, блин А там будет интересно Ооо Реально Что это вообще? Что это сыр? Ты посмотри Ну это типа плавленый сыр Но по вкусу Мы сейчас будем смотреть Плавленый сыр Со вкусом пармезана Что ли это будет? Слушай, но Знаете, что хочу сказать? Я фиг знает Как там пармезан Называть это, конечно Пармезаном Я бы не стал Ну то есть там Нет, прям Ну тем более Блин Жидкий пармезан Плавленый пармезан Что это такое? Это очень странная фигня Короче, это чисто маркетинг Ну абсолютно точно маркетинг Тем не менее Если я встречу в магазине Или в следующий раз Буду что-то заказывать Фудфэмили Я вот эту штуку Определенно закажу Очень плотный Очень сливочный Насыщенный по вкусу Именно Сливочно-сырному Такому вкусу Плавленый сыр Если сравнивать С какой-нибудь Виолой Президентом Ну вот этими сырами Которые есть везде Вот эта вещь Натуральный продукт Очень хороший Очень вкусный Вот это советую Прямо купить Действительно Действительно вкусный Сливочный сыр Прямо обалдеть И сыр чечил Так, хотя я хотел В конце именно Вот тот пармезан Попробовать Вы поняли, да? Короче Нифига не пармезан Но тем не менее Продукт Продукт-то вкусный На хлебушек И вообще будет Огорь Уж смотри Прямо Прямо такой, да? Я вот Явно, кстати Не фабричный Все-таки Я может нагнал Что весь чечил Делается вручную Наверное Есть уже Технология Растягивания Этого сыра Вот такой Вау Какой влажный Посмотри Сто лет Такого сыра Кстати не ел Ну не видел Давай попробуем Официально заявляю Это самый Офигенный Чечил Который я ел Ммм Он мягкий Влажный Он конечно Чуть Наверное Пересоленый Как бы Но Он при этом Мягкий Влажный Как же Хорошо Это произносить И ощущать То же самое Когда ты его ешь Изумительный Чечил Слушайте Мы настолько Погрязли В Шерпотребе Серьезно Вот фирма Называется Ваша ферма Вручная работа Город Владимир Чиз Галерея Короче Сырная Я их не видел Я сейчас их увидел Это действительно Классные продукты И тот и другой Этот Качественный Вкусный Вкуснее Виолы Вкуснее Пожалуй Президента Дороже Очевидно Вот этот Чечил Я не так часто Его ем Но в магазине Сколько раз брал В основном Такая сухомятка Уже высохшая То есть без влаги Сыр А этот Изумительно Классный Ну посмотрите Блин Ну реально Мне кажется Его положить в пиццу Он как моцарелла Растает И все О Вот такой вот обзор Друзья мои Мне показался Интересный формат То есть я попробовал Действительно Заказал то что Как бы я не вижу Вот так просто На прилавках магазинов Да Попробовал Это для меня Что-то было открытием Что-то для меня оказалось Ну может быть Каким-то разочарованием Что-то мне понравилось Что-то не очень Как бы факт То есть некоторые Хорошие выводы Я уже сделал По ходу ролика И по поводу фермерских продуктов Хочется Чтобы их было много Хочется Но блин Помогайте фермерам Помогайте Это я обращаюсь Уже Вон частные фирмы Помогают фермерам Реализуют их продукцию А вы где? Государство Что такое? Совпадение Не думаю Да Вот это все Вот Короче Какой еще вывод сделать Ну то что То что по выпечке Надо еще конечно Подтянуть То есть скилл Скилл еще Недостаточный По выпечке По крайней мере Круассанов Ну то есть Блин Ну либо не мне Я фанат Круассанов Либо не мне Это надо было засылать Потому что я Круассаны люблю Уважаю И ел вкуснее Круассаны Вот Камбуча Камбуча порадовала В целом Сыры порадовали Икра кабачковая Порадовала Ну короче В целом Фрукты клевые Да там разнообразные Я все попробовал Я надеюсь Что-то вы для себя Новое открыли В названиях фруктов Уж точно В общем друзья Ладно Family Friend Вам большой респект Что вы как бы Это самое Помогли Это все Привезли Доставили за два часа Красавчики Да То что у вас ассортимент Интересный для обзора Оказался В общем Все здорово Напоминаю вам Что ссылочка На Family Friend В описании Устанавливайте приложение Используйте промо-код Который вы видели на экране Вот Повторяю вам Вот он промо-код Который вы легко запомните Тыща рэ Что запомнить Получите косарик На ваш счет Сможете там Его использовать На продукты Пользуйтесь Продукты хорошие Выбор большой Ребята стараются Развиваются Будет еще лучше На этом все Давайте попрощаемся Вместе с Софи Софи До свидания Она не хочет со мной разговаривать Она со мной прощаться Не хочет Понимаешь Ладно Короче Попрощаюсь Без Софи Тогда Софи Помогает покупать продукты Но никак не прощаться Со зрителями Для этого Есть Siri Например Да Ладно Не будем уже К ней обращаться Спасибо за просмотр Всего вам доброго И вкусного Кушайте вкусно Ребята Пока Димасик Давай сейчас Смотри Возьмем Гренки У меня есть эти Хрустящие Вот эти Криспи Намажем Вот этот сыр А? Который Пармезан Но не пармезан И просто Будем сидеть И жрать А?